На сегодняшнее утро, на 12 мая 2020 года, мы не имеем прибавки за последние двое суток в количестве заболевших людей от коронавирусной инфекции. И по-прежнему нарастающим итогом на сегодняшнее число 78 больных, плюс 6 человек за все праздничные дни последние. Это достаточно хороший итог наших праздничных дней, мы этому радуемся, но понимаем, что это пока еще не точка в нашей истории, и нужно будет продолжать все меры и нашей работы, и изоляции, и профилактики, которые мы сейчас с вами немножко более детально оговорим. Итак, 78 больных, из них по-прежнему 17 выздоровевших, но сегодня к выписке готовится еще как минимум один человек, то есть постепенно выздоравливают наши первые больные. Из болеющих 61 человека 16 госпитализировано, при этом один человек по-прежнему продолжает лечение в Приволжском окружном медицинском центре, поскольку находится в тяжелой форме. Он сейчас вне опасности в плане смерти на сегодняшний день, но тем не менее он тяжелый, поэтому лечение он свое продолжает, и мы по-прежнему за него переживаем. И еще 15 человек госпитализировано в нашу клиническую больницу, и из них 10 человек – это люди со средне-тяжелой формой. При этом напоминаю, что в нашем инфекционном отделении на койках, которые выделены для лечения больных COVID-19, по-прежнему лечатся до 10 человек. Это сестры Дивеевского монастыря, по-прежнему оказывается им помощь. И поскольку лечение они проходят на наших койках, это тоже, как правило, легкие формы заболевания. С более тяжелыми они переводятся в другие медицинские учреждения. На карантине при этом у нас находится 81 человек. Вот тут у нас резкий рост, если мы будем сравнивать с вами с предыдущими днями. 81 человек на карантине, на изоляции обязательной, на лабораторном обследовании. За счет какой группы лиц произошел такой рост? У нас есть один случай заболевания COVID-19 у служащего нашей дивизии, нашей Росгвардии. Он живет и сейчас находится на лечении в Вознесенске, и поэтому в статистику заболевших нашего города он не вошел, вошел в Нижегородскую область. Но поскольку по месту службы он имел контакты со служащими нашего города Сарова, вот все они, 24 человека, которые проживают у нас в городе Сарове, они взяты под наблюдение, они находятся на карантине. Соответственно, адреса мы их учтем для того, чтобы проводить дезинфекцию подъездов. Учтем их также для того, чтобы выполнять им лабораторные анализы, как всех контактных, и в том числе будем смотреть за контактами с тем, с кем они проживают вместе. Поскольку, несмотря на то, что эта дивизия у нас имеет свою медико-санитарную часть, но учет в плане санэпидконтроля по городу, мы их, естественно, включаем. 81 человек на карантине. Это наша общая сводка на сегодняшний день. И я радуюсь, что мы достаточно удачно прошли с вами праздники наши. А теперь мы договаривались, что 12 мая, в первый рабочий день, будут уже некоторые итоги. Мы получим решение оперативного штаба нашей Российской Федерации. Выступал вчера президент России. Мы знаем решение уже и губернаторов, и нашего губернатора Нижегородской области. Вышел указ от 11 мая, номер 80, который уже предусматривает меры и показатели, которые будут этому способствовать или не способствовать выхода, и снятие поэтапного снятия ограничений. Для поэтапного снятия ограничений разработан четко нормативный правовой акт, который для того, чтобы не было на местах разночтений, для того, чтобы это были не просто качественные, но и количественные показатели, для того, чтобы можно было оперировать какими-то цифрами и понимать, почему в той или иной местности именно так поступает местное самоуправление или санитарно-эпидемиологическая служба, или медицинская служба. Вот здесь работают четкие показатели. Я говорила вам и по-прежнему говорю, что если мы говорим о фазах эпидемического процесса, то мы по-прежнему находимся в третьей фазе эпидемического процесса распространения COVID-19, когда мы видим, какие идут цепочки, кто кого заражает. Это локальное распространение с контролируемым появлением новых больных. Вот в этой третьей фазе мы продолжаем находиться. Но для того, чтобы снимать ограничения, расписаны так называемые этапы. Вот сейчас у нас по показателям, их шесть этих показателей, где основные – это прирост заболеваемости, уровень заболеваемости вне больничными пневмониями, уровень летальности или смертности, уровень тестирования на территории, показатель, сколько заражает людей вокруг себя один больной человек и сколькими койками еще свободными располагает местная медицина для возможного взятия на себя больных пациентов новых с COVID. С учетом этих показателей количественных, они расписаны все, готовятся наши рекомендации и решение принимается субъектом Российской Федерации для снятия этих ограничений. Вот мы посидели с коллегами, посчитали все эти показатели и совершенно четко видим, что на сегодняшний день все эти показатели дружно выводят нас на первый, самый начальный этап снятия ограничений в городе. Это пока еще не полный выход и снятие всех ограничений, конечно же, нет, мы к этому еще не готовы, но это уже первая надежда, первый наш росточек возвращения в обычную нормальную жизнь. И на сегодняшний день, согласно указу губернатора, мы уже видим, что будут рассматриваться, городом уже начата эта работа. По рассмотрению заявок будут открываться постепенно магазины розничной торговли, которые торгуют не только продуктами питания и предметами первой необходимости, но и другая розничная торговля. Постепенно будут наращивать свои объемы работ промышленные предприятия, постепенно будут разрешать людям выходить, гулять в более свободном режиме, но имеется в виду, что на более дальние расстояния, может быть, будут открыты парки и скверы. Продумаем моменты, которые связаны с работой различных сфер услуг, но, правда, пока сюда еще не относятся те сферы услуг, которые сопряжены с очень близким и тесным контактом людей. По-прежнему основная цель – это возвращение к нормальной рабочей ситуации, но с мерами ограничений по разобщению. В связи с этим пока еще однозначно на этой неделе не будет работать общий ПИД. Однозначно мы пока не рассматриваем работу парикмахерских, хотя уже есть предложение, каким образом и с какими условиями они могут начать работу. Это этап для обдумывания. Но уже сейчас, уже с сегодняшнего дня в дежурном режиме начали работать все детские садики нашего города. То есть в каждом детском саду открыта одна или две дежурные группы для того, чтобы работники промышленных предприятий, которые сегодня тоже пока еще в ограниченном количестве выходят на работу, смогли отвезти туда детей. И мы понимаем, что дети, будучи достаточно длительное время дома, могли находиться у нас в контакте с заболевшими. Причем я сейчас говорю не только о коронавирусной инфекции. У нас полно с вами заболеваний, которыми так называемые детские болезни. И учитывая ситуацию, сейчас возвращение детей в детские сады будет проходить без справок от врачей. Но усиленные утренние фильтры и медицинские работники, и работники самих детских садов на этапе утреннего фильтра, проверяя и детей, и, кстати, чего раньше не было, и работников самих детских садов, имеют полное право не принимать в группу детей и не принимать на работу воспитателей и других работников детского сада с любыми симптомами остро-респираторной вирусной инфекции. Более того, они обязаны это делать, поэтому, если будет иначе, на них лежит не только административная, но в случае заболеваемости, вспышки в саду и уголовная ответственность. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет достаточно жестко проводиться в детских садах. И хочу сказать, что вот этот поэтапный выход из ограничений, он будет, конечно же, освещаться. Я думаю, что он будет освещаться и на сайте нашей городской администрации. И всегда информацию можно по своему предприятию, организации, магазину и так далее получить в органах нашего местного самоуправления. Хочу сказать, что на первых этапах рассматривается также возобновление различных фитнес- и физкультурных мероприятий, но только на улице и только с ограничением количества участников. Благо, у нас сейчас погода, наверное, будет это позволять делать. И прорабатывается в том числе условия, при которых можно будет работать. То есть если у нас общепит не работает, то каким образом должна быть организована работа в организациях, если человек не успевает в это время съездить на обед домой? Значит, или время обеденное должно быть увеличено, или работа должна проводиться в несколько смен. И таким образом вот этот вопрос, он достаточно серьезный. Все-таки общепит – это то место массового скопления. И, конечно же, не только питание, а вообще любые массовые мероприятия на сегодняшний день все еще пока запрещены. Кроме того, я хочу сказать, что к нам поступают дополнительные вопросы. У меня есть вопросы по поводу умершего у нас человека от вне больничной пневмонии. Да, смерть прошла. Это в любом случае тяжело. Я уже говорила, что и прижизненные анализы заболевшего показывали отрицательные результаты на COVID-19. Но тем не менее, раз смерть произошла от вне больничной пневмонии, значит, вскрытие и взятие секционного материала на COVID-19 в соответствии с нормативными документами должны были проводиться обязательно именно по самому такому жесткому сценарию, то есть как будто бы больной умер от COVID-19. Поэтому вскрытие и подготовка умершего человека к захоронению была проведена так, как будто бы он болен. COVID-19, еще раз повторюсь, что все анализы показали отрицательный результат, поэтому само захоронение уже проведено в обычном режиме, и никакие дополнительные требования на кладбище не предъявлялись. Еще были у нас вопросы дополнительные опять по поводу тех категорий лиц, которые имеют право вот сейчас, во всяком случае до конца мая, пока еще все еще не выходить на работу. Я повторюсь, это опять лица старше 65 лет, это лица, кстати, хочу сказать, что в указе нашего губернатора эта цифра указана как лица старше 60 лет, мы можем пользоваться этой нормативной базой. Также лица беременной женщины, лица любого возраста с сопутствующими заболеваниями, это тоже медики понимают, какое это именно сопутствующее заболевание, можно у своего медицинского работника уточнить, относитесь ли вы к этой категории лиц, а также лица, имеющие детей, многодетные, как правило, имеющие детей до 14 лет, которые на этот период детей оставить не с кем, отправить они их никуда не могут, и таким образом тоже имеют право либо работать дистанционно, либо на работу не выходить. Поэтому эта норма права остается. Остается требование, что если человек находился либо в предположительном контакте, либо находился в карантинной зоне и вернулся сюда, что он должен как минимум предупредить своего работодателя, а дальше мы решаем вопрос в зависимости от того, где эти люди живут, с кем контактируют, на какую работу выходят, какова у них степень защиты на работе, и проводим, либо не проводим лабораторные обследования, и разрешаем или не разрешаем выход таких сотрудников на работу. Это все проговаривается. Звоните, пожалуйста, будем с вами общаться конкретно по каждому конкретному вопросу. И еще у нас есть ряд вопросов, касающихся якобы замалчивания нами, уровня заболеваемости среди самих медицинских работников. Но я хочу прямо ответить на этот вопрос, что COVID-19 не обходит стороной никакую профессию и никакой социальный статус ему не помеха. Болеют у нас абсолютно все люди, где бы они ни работали, где бы они ни жили, с кем бы они ни общались, зависит только от того, был ли у них тесный контакт с больным или не был у них тесного контакта. Вот один единственный критерий, который влияет. А поскольку медицинские работники у нас на первом острие, то, конечно, у нас есть медицинские работники, которые работают непосредственно в очагах с большим количеством больных, с очень высокой вирусной нагрузкой. И они, естественно, по приказу обязательно обследуются периодически, причем периодически выводятся из этой зоны, на время наблюдения обследуются, и у некоторых у них действительно выявляется коронавирус. Таким образом они изолируются. Но хочу отметить, что на сегодняшний день из таких образом несколько у нас медицинских сестер нашей клинической больницы таким образом заразились. На сегодняшний день у них форма очень легкая, у некоторых бессимптомная. И они, естественно, отведены от работы, так же, как и все остальные, находятся на обязательном лечении, входят в группу вот этих заболевших легкой формой. И вы видите, что такая же ситуация у нас не только по всей стране, она по всему миру. Конечно, там, где наибольший очаг, там и наибольшее количество возражений. То есть даже хороший уровень средств индивидуальной защиты полностью не ограждает человека от таких заболеваний. Но радует нас то, что мы выявляем это на фактически бессимптомном этапе. И нас радует, что у всех этих людей есть понимание, и у нас у всех есть возможность отвести их от работы с тем, чтобы они спокойно вылечились и дальше никого не заражали. Значит, еще раз хочу подытожить, что работают, значит, у нас тестирование продолжается. Уровень тестирования на территории достаточный. Достаточно не только для того, чтобы обследовать всех наших людей, но и чтобы помогать тестированием в Дивеевском монастыре, чтобы помочь сейчас с тестированием всех, кто мог быть потенциально зараженным в нашей дивизии городской. И с тем, чтобы дальше наращивать эту работу и понимать, сколько есть у нас зараженных, сколько нет, и сколько человек у нас уже от COVID-19 вылечились. Я рада, что наши праздники не дали нам большого прироста заболеваемости. Я надеюсь, что при выходе на работе мы будем с вами соблюдать меры разобщения. Я уверена, что вот такой позитивный настрой на возвращение к работе не снесет нам от радости нашу голову, и мы будем пока еще понимать, что мы не вышли на этап снижения заболеваемости в городе. И мы пройдем с вами этот этап также уверенно и с пониманием дела, самое главное, без тяжелых форм и, соответственно, без смертей. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok